Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем опыте переезда в город Санкт-Петербург, о том, как это все происходило, плюсы и минусы, сколько я потратил денег, ну и, соответственно, выводы. Начнем, пожалуй, с больших возможностей. Да, конечно, все говорят о том, что город Санкт-Петербург – это город больших возможностей. Может быть, это так, может быть, это не так. Поверьте мне, в своем городе вы тоже можете найти эти возможности. Вам нужно только лишь поискать. Да, не всегда бывает просто искать эти возможности, но когда вы их найдете, вы сможете понять, что именно это то место, где вы должны быть. Потому что даже уезжая дома, вы, по большей части, будете по нему скучать. Может быть, не все, может быть, не всегда, но скучать будете. Если у вас нет денег, чтобы купить себе квартиру, переезжать будет сложно, потому что все время жить на съемном жилье – это очень проблематично. Возможности есть, но вам нужно их уметь реализовать. Но если вы не умели их использовать у себя дома, то и здесь вы их использовать навряд ли сможете. Вам нужен очень сильный катализатор, чтобы вы могли начать их использовать. Я бы советовал так сделать – съездить в город, посмотреть, как там живется, вернуться обратно и начать реализовать свои возможности, которые у вас будут наверняка даже в вашем городе. Я сам точно так же повелся на все эти большие возможности и поехал в город Санкт-Петербург. Я решил, что, пожалуй, настал момент, когда нужно изменить свою жизнь. Я работал в городе Петрозаводск, в компании Евросеть. Начинал я с продавца, потом стал администратором, потом стал директором магазина. Но в какой-то момент мы просто не сошлись во мнениях о том, что я должен делать, и что я не должен делать, и сколько я должен за это получать со своим региональным директором. По итогу я принял решение, что, пожалуй, мне уже пора расстаться с этой компанией и поискать что-то другое. Работу я нашел достаточно быстро, но она мне тоже не понравилась, поэтому я перешел в творческий путь. Я стал фотографом, да. И вот однажды, идя с очередного собеседования, это уже была середина весны, даже сказал больше, чем середина. Ну да, середина весны, я наткнулся на вакансию о том, что требуется фотограф в городе Санкт-Петербург в несколько студий. Тут же, приняв решение о том, что нужно поехать, я купил себе билеты, распечатал фотографии для портфолио и отправился в город Санкт-Петербург. По приезду я снял хостел, комнату, вернее, в хостел, даже, вернее, кое-какое место в хостеле я снял, для того, чтобы там перекантоваться некоторое время. Сходил на собеседование, посмотрел, что и как. Мне сразу же, честно скажу, город понравился. Было очень интересно, когда куча людей, они просто бегут друг за другом, непонятно, куда спешат. По сравнению с нашим городом, Петрозаводском, жизнь была просто очень стремительная. Я бывал еще в Москве, там еще стремительнее, это сразу же скажу. Так вот, я сходил на собеседование, но там оказались студии, скорее, разводиловки. Можно было заняться там с ними, работать, но это очень сложно на них работать. И это такой неописуемый сложный процесс, не будем выражаться по-другому. По итогу, по итогу я решил, что, пожалуй, это не для меня, и что нужно поискать что-то более приземленное. Работу я себе нашел, не так быстро, занял это некоторое время. Я пошел на некоторые уступки по отношению к своим желаниям. Я стал продавцом в магазине чемоданов. Но работа была для меня интересная в том плане, потому что она была приближена к путешествиям. Люди приходили, которые ездят постоянно куда-то, берут с собой чемоданы в дорогу. Магазин был брендовым, и его знал просто весь мир. Людям нравились наши продукты, и поэтому мы их тоже любили. И благодаря, в принципе, всем этим людям, которые к нам приходили, я решил, что пора мне тоже съездить в Азию, но об этом в другом ролике. В общем, плюсы были однозначные в магазине. Зарплата была официальная, 30 с небольшим тысяч рублей. У меня была премия, и рабочий день у меня был 11 часов. То есть можно было спокойно заработать чистыми 50-6 тысяч рублей за месяц работы. При этом еще во время работы я мог читать книжки, смотреть видео и слушать музыку. Потому что клиентов у нас в целом было немного, но продукция была дорогая, и мы делали выручку. Но хочу заметить, что не всегда так получается легко и просто найти работу. Часто бывает, что работу найти очень тяжело, и не всегда удается быстро, так как я нашел себе работу. Особенно сейчас, в период пандемии. Я искал работу в 2014 году. До того момента, когда доллар у нас упал. Первый момент, который вас ждет по приезду, это вас попытаются кинуть. Все без разборок, как будто вы отчетились в хищном мире, а ранее вы были белым пушистым зверьком. Попытка снять квартиру или комнату, вас попытаются кинуть. Попытка найти работу, вас попытаются кинуть. Везде пытаются кинуть абсолютно. Просто когда вы туда едете, нужно понимать о том, что вас будут пытаться кинуть. И нужно быть к этому готовым. Нужно ко всему. Про то, как людей разводят на деньги при попытке аренды жилья или поиска. Про плюсы. Плюсов на самом деле достаточно много. Первое. Это большой выбор вакансий. В маленьком городе вакансий фактически нет. И там очень тяжело с работой. А в большом городе вакансий, соответственно, в разы больше. Потому что работа разнообразней. И требуется не только продавцы и принеси-подай. В вакансии есть много под разные требования. Но единственный момент, вы должны соответствовать данным требованиям. Если у вас их не было в своем городе, то, естественно, и здесь у вас их не будет. Второй главный плюс, наверное, для меня, это был красота самого города. Потому что город, по сравнению с нашим Петрозаводском, был красивый, ухоженный. Было много различных исторических зданий. Весь город, фактически, центр. Это как будто бы некий музей. Ты ходишь по ним, там стоят. Четвертый для меня плюс. Это много различных исторических мест, где ты можешь побывать. Пятый плюс. Творческим людям раздолье. Ну и когда я переезжал, для меня был большим плюсом. Конечно же, это не все плюсы. Для каждого они будут свои. Их может быть больше. Но для меня... Теперь о минусах. Минусов тоже, на самом деле, очень много у города. Как ни крути. Это, первое, вы здесь. Жилье дорогое. На хорошей вакансии. Короткий отпуск. Везде пытаются кинуть. Сколько денег у меня ушло на то, чтобы переехать в город Санкт-Петербург. Изначально я потратил деньги только, по большому счету, на переезд. За месяц аренды жилья я там много не платил. То есть, у меня стоил день проживания в хостеле 300 рублей. Прожил я там 7 дней. Итого 200. Сам билет мне стоил примерно рублей 900 в одну и в другую сторону. Я ездил оттуда обратно и еще раз. То есть, получается, 800. 900 плюс 900 будет 1800. Плюс еще 900. Это 2 700. Соответственно, плюс УМД. Дальше. Питание. Это вообще копейки. У меня там ушло, может быть, рублей 300 в день. Я тратил на питание. Купил недорогие соси, так быстро растворимые пирожки. Их, в принципе, хлеб. Этим я и питался, пока искал работу. Само жилье я снял за 7000 рублей. Снял я комнату. Сейчас тоже вполне реально снять комнату. Комната у меня находилась на метро Чернышевская. Связь, сим-карта 200 рублей. В принципе, все. Для того, чтобы выйти на работу, мне нужны были ботинки. Я пошел их купил в магазине кари. Конечно, каждому решать самому, что это ему рисковать или нет. Рисковать определенно стоит, если вы хотите попробовать. И посмотрел любой другой город, который вы хотите увидеть. Я выбрал для себя Питер, потому что это было наиболее близкое расстояние от города Петрозаводск до города Санкт-Петербург. Там было езды 8-9 часов. Сел вечером на поезд, утром приехал и все. Ну и в Петрозаводске на тот момент у меня жила по большей части вся моя семья. Поэтому я решил, что город Петер это для меня. Я там пожил, мне реально понравилось. Там хорошо, красиво, культурно, все как есть. Культурная столица, она все-таки культурная столица, не зря это говорят. Вернулся бы я еще? Да, вернулся. Ехать или не ехать в город Санкт-Петербург, все-таки решать вам. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.